В день молитвы и памяти жители ЮАР не уходят от дома под Йоханнесбургом, где Нельсон Мандела провел последние дни своей жизни. Сюда при этом приезжают и иностранцы, жители других стран Африки, которые считают Мадибу и своим символом тоже. Мандела был символом для всего африканского континента. Например, в мою страну, Демократическую Республику Конго, Мандела приезжал на мирные переговоры во время войны. Он был символом мира, он хотел мира для всех африканских стран. Мы здесь, чтобы почтить память удивительного человека, который, как я считаю, спас Южную Африку от уничтожения. Его наследие будет жить вечно. Официальные церемонии в память борца с апартеидом, скончавшегося вечером в четверг, будут идти всю неделю. Как передает наш корреспондент Франсуа Шиньяк, пение у последнего дома Манделы продолжится еще несколько часов. Уже скоро дань памяти Мадибе отдаст Южноафриканский парламент, а официальная панихида состоится во вторник на футбольном стадионе, где Мандела в последний раз выступал перед публикой на Кубке мира. Мадибе отдаст Южноафриканский парламент, где Мандела в последний раз выступал перед публикой на Франсуа Шиньяк. Франсуа Шиньяк, Южноафриканский парламент. Франсуа Шиньяк, Южноафриканский парламент. Продолжение следует...